всем здравствуйте кто-то уже есть вот мы видим это значит нас видно люди присоединяются супер отлично всем добрый вечер у кого вечер у кого не вечер потом это видео будет просматриваться в любое время всем привет видно видно нас слышно нас все должно быть все должно быть хорошо мы пока технические моменты отслеживаем напишите пожалуйста хорошо ли нас слышно все ли в порядке видео а самое главное если у вас уже есть какие-то вопросы по поводу нолки что правда что неправда что имеет отношение к нолпи а если вы слышали какие-то мифы об нолпи и хотите прояснить их сразу пишите в чат мы будем отвечать будем в таком интерактивном формате с вами сегодня общаться как раз таки проясняя что такое нолпи что имеет отношение к реальности что действительно является мифом и это важно знать хочется рассказать но наверное наверное еще раз да наверное еще два раза три раза там я думаю сколько будет существовать там люди мир и столько раз и и нужно будет повторять сергей приветствую много раз много раз говорилось да о том что такое нолпи разные люди по-разному говорили с некоторые мы согласны с некоторыми может быть не во всем согласны но как бы судя по судя по тенденциям по общей ситуации да получается что наверное да наверное нет 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 такого как он называется сказать-то нет повода решить что все все знают и не нужно еще раз сказать нужно повторить там в очередной раз то есть в любом случае наверное наверное имеет смысл и и повторять это и записывать и выкладывать и много-много-много раз вполне возможно что мы еще не раз к этой теме действительно вернемся в своих эфирах через какое-то время когда вы послушав пообщавшись сегодня с нами на тему нолпи что-то для себя поймете возможно у вас возникнут еще вопросы и мы будем еще прояснять какие-то мифы поэтому согласно полностью с андреем выяснения это вот тема бесконечна и говоря еще наверное немножечко организационно так наши вот эти вот встречи в интернете они будут регулярные мы раз в неделю будем выходить в эфир с разными темами мы их заявляем периодически то есть вы готовите вопросы задаете мы с радостью отвечаем на все вопросы при этом вы даже можете нам писать в социальных сетях да где-то во всех этих местах на тему того что чего вы еще хотели услышать да чем вы еще хотели поговорить или услышать там от нас или обсудить или там разобрать мы будем готовить готовить эти самые трансляции в некотором порядке потому что мы прекрасно понимаем то что каждый из вас ведет собственной жизнью и в процессе у вас возникают действительно какие-то насущные вопросы которые хотелось бы решить прояснить понять как с ними разобраться там быстро и эффективно в том числе с помощью нолпи а поэтому если вы будете задавать вот эти вопросы и мы будем оформлять их в какие-то темы это как раз таки то что может быть полезно не только вам но и людям которые столкнулись с аналогичными какими-то задачами в своей жизни я думаю этот формат может быть очень полезен ну что давайте тогда начинать к сегодняшней теме там в чате от нас просят уже следующие мы обязательно обязательно будем все эти запросы обрабатывать доставить ставить в планы в планы и все это рассказывать вот ну а сегодня мы давайте поговорим про нолпи про нолпи в целом вообще там вот и до сверху донизу справа налево там еще раз там с мифами с легендами и наоборот с правдой то есть можете писать вы можете в комментариях писать какие-то самые прикольные мифы там или какие-то еще которые вы слышали про нолпи там чтобы поржать на или чтобы разобрать и можно какие-то вещи действительно вы слышали идею какую-то которую они неизвестно как реагировать мы придумаем как реагировать все вместе первое первое наверное самое главное самое важное что следует сказать про и ну и вообще вот сейчас без всяких без всяких совершенно за умности да там вообще вот все все мимо самое самое главное самая центральная идея из которой выросла нолпи и собственно которой которой нолпи следовало и я надеюсь следует это идея о том что как бы нам побыстрее и поэффективнее научиться хорошим и полезным навыкам . вот все остальное что можно сказать про нолпи является исключительно следствием вот этой самой идеи мы можем сейчас сделать умное лицо сказать это идея называется моделирование центральный навык нолпи ну как бы это будет тоже правильные слова но давайте мы будем говорить человек понятно да человек понятно хочется научиться как это делать быстрее все помнят кто не помнит мы напомним с чего начиналась это самое нолпи ричард бендлер захотел повторить те результаты которые в своей практике в своей работе достигал основатель гештальтерапии фрид сперлс фрид сперлс как правильнее будет все . ему понравилось как он собственно делал вот это самое лечил людей помогал им в психотерапевтическом психологическом смысле слова все не было на тот момент не было ничего не было никаких там идей коммуникации может не еще там чего-то было да была психотерапия да и нолпи вышла оттуда да ну наверное вы по сию пору да в большинстве случаев да и в большинстве вообще наверное самое в этой самой нолпи особенно если мы говорим да про некоторые базовые базовые вещи по тот же самый курс нолпи практик он на изрядную часть состоит из ну там психотерапевтических да около терапевтических техник и это наверное правильно несмотря на то что не все этим будут заниматься да не всем это нужно ну в смысле именно работы с другими людьми но просто навыки управления состояниями там базовые навыки решения психологических заморочек простейших элементарных ну верно они всем нужны я даже сказала это не просто правильно самом деле наверное это круто потому что кроме того что бендер как раз таки начинали психотерапии и первые действительно техники они психотерапевтическими являются основная эта идея бендера была в том чтобы сделать вот эти техники доступными любому человеку чтобы он мог прочитать книгу по шагам сделать вот эту терапевтическую технику для себя и изменить свою жизнь да там разрешить свой внутренний конфликт там проработать свои какие-то состояния психотерапия самого себя ну это вообще здорово потому что как ни крути идея похода к психотерапевту к специалисту а она хороша да она дает результат а вот но во первых не все люди туда доходят просто потому что ну побаиваются да вот этот флёрт потому что я псих что ли какой-то психотерапевт вот он есть и у нас в россии там есть но там меньше в европе да в америке а тем не менее а прежде всего человек пытается разобраться сам с собой со своей жизнью обращаясь там друзьям за советом за помощью а и ну ты стала вообще отличной альтернативой вот такой самопомощи по моему это вот такой базовый шаг прям вообще отличный я считаю что это такой классный прорыв психотерапия как как то откуда вышла самой ну и как первая модель давайте начиная с тех времен и ну и следует разделять на несколько частей то есть вот но те кто в курсе да там право какой ну пида его там составacle переобразовая прovanusc socii и но тут и помню технике помнят некоторые аlebrиты идеи там но то что называется языками описания если мы мы говорим логические уровни это TOMS это язык описания с помощью которого мы говорим вот чего вот это человек говорит вот так этот amber мы некоторые системы описали но и у нас есть некоторое количество техник с одной стороны мы можем Используя язык описания, используя вот эти самые логические уровни, мы можем создавать, например, тексты. И это не терапия, это что-то другое, это техника. Есть модель, есть техника, есть логические уровни, есть их использование здесь, например, в написании текстов. Есть, например, опять же, те же самые логические уровни и идея о том, что нужно куда-то задавать вопрос. И это уже будет около такой, около консультативный, около терапевтический. То есть спрашивать человеку туда, где он не видит, где он не говорит. Это ему поможет, наверное, прояснить ситуацию. Дальше следующая техника, интеграция логических уровней. Да давайте вообще будем говорить, это не NLP, это coaching, потому что мы не лечим, помогаем будущее простроить. Да какая разница? Есть описание, есть некоторая модель, некоторая структура, есть техники, которые выходят, скажем, из вот этих возможностей. За всем вот этим стоит вот та самая идея моделирования, идея создания моделей, с помощью которых можно решать те или иные задачи. Так вот, NLP состоит из нескольких частей. То есть если мы сейчас говорим NLP, то мы понимаем, что в первую очередь это вот те самые накопленные языки описания, я внутри NLP, которые в числе прочего, в том числе, которые пересекаются и с другими техниками, с другими подходами, с другими психологическими школами, это нормально. К части NLP надо сказать, что иногда, даже когда они пересекаются в NLP, они четче, например, там структурнее даются, они, например, понятнее, они, как это сказать, ну, сенсорнее, да, по-нашему, то есть вот взял пощупку, всем понятно. Более определяемые, более конкретные, ну, очень логичные, структурные. И вот именно вот этот момент у психологов часто вызывает ощущение, что эта техника, она... Бездуховная. Да, бездуховная, она, фу, не глубокая, фу, именно поэтому мы NLP не любим, там нет душевности, а как же вы же с человеком работаете. Все прикольно, да, но вот работа проводится одна и та же, по сути своей, но вопрос, в какую обертку ее завернуть, да, следовательно, это вопрос и времени затрачиваемого на психотерапию, на консультирование, да, ну, и средств, которые оплачивает клиент в том числе, да. То есть эти моменты тоже нужно понимать. Иногда может быть правда, весь смысл для человека этот процесс немножко удлинить, потому что есть сопротивление, что у клиента должно есть, это реальность. И если вы откалибровали, что человеку важно немножечко больше времени, да, хотя вы как NLP понимаете, что это не обязательно, хорошо, то есть пусть будет так для клиента. Но если вы понимаете, что клиент готов к работе, готов к изменениям, к быстрым, и он, ну, такого типа, который, что, как мы говорим, мотивирован к результату и оценивает именно вот по параметрам, вот что я получу и как быстро я это получу, то есть, да, в этом случае мы можем сократить и время, и там сэкономить всякие наши внуки, и ресурсы в том числе, это же прикольно. Из этого вытекает, ну, в том числе вот те самые мифы про NLP. Техничность, техник, извините уж за тавтологию, да, технологичность, вот эта четкость, структурность, да, вот та самая там, в данном случае я сказал бы в хорошем смысле слова бездуховность, техник, это ставит в минус NLP, ну, как Юля правильно сказал, да, психологи ставят это в NLP в минус, ну, очень-очень не факт, то есть, с нашей точки зрения, это плюс, ну, давайте так, возможно, если рассматривать NLP как исключительно психологию, психотерапию, я, может, даже соглашусь с тем, что это является минусом, но поскольку мы NLP рассматриваем шире, как систему, которая, ну, просто позволяет описывать полезный опыт, то это нифига не минус, это прям-таки плюс. Особенно если рассматривать NLP, все-таки действительно, не как инструмент психотерапии, да, а как некую систему, набор инструментов, которые человек может взять себе на вооружение, обучиться использованию этих инструментов и, соответственно, с их помощью управлять самим собой, своей жизнью, своим будущим, своими целями, состояниями, не обращаясь к внешним специалистам, то, собственно говоря, вот в этот момент ему психологически какие-то заходы, подходы, психологическая рефлексия, в общем-то, и действительно не нужна. Ему нужно одно состояние, например, какое-то свое нересурсное, переключить в другое какое-то ресурсное. И здесь нужны технологии. И вот, опять же, с этой точки зрения человеку гораздо проще пользоваться системами, технологиями NLP, потому что они просты, они конкретны, они проверяемы и дают обратную связь за короткий период времени. Ну, то есть там бывают разные вопросы, но, тем не менее, по сравнению с психологическими подходами, очень быстрые результаты. И в этом плюс. Плюс вот для личной эффективности. Еще один плюс заключается в том, что именно эти технологические технологии, они как раз-таки позволяют применять везде. Потому что какую-нибудь технику, сугубо терапевтическую технику, например, гештальта какого-нибудь или еще чего-то, нигде в другом месте применить невозможно. Ну, кроме как какого-нибудь другого подхода психологического же, ну, там с элементами гештальта. Но в остальных местах нет. А технологии NLP, пожалуйста. И вот это, собственно, как раз вот то самое второе. NLP. Есть языки описания. Да, вот те самые четкие, понятные, с которыми можно делать все, что угодно. На которых как раз-таки описываются техники. Различные, различные принципы, различные подходы. И вот это уже является моделями. То есть готовыми моделями NLP. И вот тут начинается просто разнообразие. Потому что является ли NLP психологией, психотерапией? Ну, с некоторой точки зрения, да. Потому что ряд языков описания применимы, собственно, для описания и внесения изменений в психику. Ряд техник являются терапевтическими. И если мы оставим, скажем, в NLP только это, это будет в чистейшем виде психология. Там психотерапия будет направление, там, если угодно, там, NLP, нереолингвистическая психотерапия. Пожалуйста. Вот Андрей говорит о психотерапии. Это, ну, действительно классный инструмент психотерапии. И в Европе, и в Америке NLP как психотерапия внесена в список тех направлений, которые являются официальными методами работы с клиентами. И если человеку по судебному решению прописывают общение, ну, как бы, директивно с психотерапевтом, то он может прекрасно работать и с NLP, потому что это официально разрешено, и это воспринято как рабочий инструмент. Почему это в России не так? Это, там, другой вопрос, и, может быть, где-то и политический, и, там, социокультурный. Мы уж не будем углубляться, но нужно понимать, что если это где-то принято, да, то есть смысл об этом, в том числе, серьезно задуматься. И если не на уровне, там, в целом государства, то применительно к себе, к своей жизни, да, и к работе со своими клиентами, если вы работаете как психотерапевт, коуч в том числе, да, либо для, там, просто коммуникации со своими близкими, с самим собой. Это тоже информация к размышлению. И это еще один миф, когда люди говорят на тему того, что это ваше NLP, оно не работает, оно не лечит, это поверхностное, это ни о чем, это так, фигня какая-то для денег. Когда люди вот так вот говорят этим людям, надо просто сказать, типа, ребят, в Европе, оно официально признано, в Европе люди, страховая медицина, ну, там, кто в курсе, да, все, наверное, в курсе, там медицина страховая, там, ты идешь лечиться, а потом счета, там, тебе страховая оплачивает. Так вот, страховая, счета за психотерапевтов, NLP оплачивают, все нормально, то есть оно официально признано. Хотите поспорить с Европой? Благо ради. Нам как бы, ну, вот, в этом смысле, что, мы спорить не будем, отправляем в Евросоюз людей, как бы, пожалуйста, спорьте. Однажды, знаете, однажды, вот, прям, один единственный раз в жизни я был свидетелем вот этого как-то эпического зрелища, когда где-то в каментах сошлись приверженцы двух противоположных мифов про NLP. То есть один говорил там, NLP не работает, а другой говорил, NLP это там жестокое зомбирование, там, кому попало в руки, давать нельзя. И вот эта битва двух век от ЗУН, я стоял, смотрел, как бы читал, наслаждался. Ну, редко, к сожалению, обычно они по одному нападают там с разных сторон. Вот. Собственно, вот этот самый второй миф, да, на тему того, что там NLP, там, жестокое зомбирование, там, и все остальное, там, ужасные технологии, там, ай-яй-яй. Это, ну, как бы, наверное, опять-таки обратная сторона вот этой технологичности, и, да, мы это понимаем. Потому что, как только, например, как только какие-то психологические техники описаны там учебником 600 страниц, мутно-мутно-мутно, и нужно учиться 4 года, ну, то все понятно, что, типа, кто попал, а этим не сможет. Потому что иди, пожалуйста, продерись через это, да, прежде чем ты сможешь манипулировать людьми. Когда, условно, там, тебе 4 паттерна вербовки рассказали за полдня, причем там четко, сенсорно, конкретно, да, когда за другие половину дня тебе рассказали, точнее, за весь, рассказали фокус языка, да, который позволяет менять убеждения людей. И это как-то начинает выглядеть совсем по-другому. То есть тут как раз, наверное, есть чего бояться. Но, с другой стороны, здесь чего можно предъявить нам, нелперам, да, тем, что мы за эффективность? Ну, вот, да, мы за эффективность. Уж если описывается паттерн, ну, то он описывается так, чтобы минимальное количество шагов, и они точно работают. И паттерн точно повторяется. В этом суть, в этом смысл. Иначе бы мы не были бы иноприи. Ну, и вообще странная претензия к НЛП, что это манипулирование другими людьми, вообще непонятная штука. Что значит манипулировать, да? То есть понятно, что когда мы общаемся с другим человеком, мы хотим получить от него какую-то реакцию. И если мы, например, ему что-то, попросили его о чем-то, и он сделал, там, ну, нам хорошо, и... Манипуляция! Да, и это почему-то не манипуляция. Почему? Это прямая манипуляция. Манипулировать, да, это вот управлять, манипулировать вот прямое значение, это что-то делать руками, да. Там, понятно, что как только мы начинаем на системные смотреть, манипуляция – это задать некий стимул, чтобы получить какую-то реакцию. Мы все манипулируем друг другом, да, а когда мы что-то рассказываем своим детям, а мы хотим получить от них какую-то реакцию, может быть, не сейчас, а мы рассказываем что-то на будущее, чтобы они запомнили, чтобы они поняли, чтобы когда-то это дало свой результат, а манипуляция. Ну, да, воспитание, воспитание, манипуляция, прямая манипуляция. Если у нас не получилось попросить человека о чем-то, то есть мы, он нам отказал, что мы начинаем делать? Искать варианты, как бы нам так вот объяснить нашу потребность человеку, как бы так ему сказать, чтобы он все-таки сделал то, что мы хотим. Это что? Ну, это же манипуляция, да, вот если называть вещи своими словами, вот, поэтому говорить о том, что вот там НЛП – это манипуляция, а психология или коммуникация, или общение с близкими, или на работе – это не манипуляция, это странно вообще. Вот, поэтому хочется людям, конечно же, думать о себе хорошо, быть белыми, пушистыми, говорить о том, что они полностью альтруистичны и думают только о других и об их потребностях, а о себе не думают вообще. Ну, это некая иллюзия, да, но она все равно так или иначе будет, ну, разрушаться, потому что, ну, нет черного, белого там, есть разные оттенки, есть все. Вот, и понятно, есть наши цели, есть цели других людей. И когда мы сращиваем цели для того, чтобы получить вот тот самый вин-вин, да, победитель-победитель, мы тоже по большому счету манипулируем, манипулируем другим человеком и манипулируем собой в том числе. Нам тоже нужно где-то быть гибким, тоже где-то найти в себе внутренние ресурсы, может быть, где-то поступиться своими какими-то элементами важными для нас. Это манипуляция самим собой. Вот, поэтому, когда к нам приходят люди с идеей «я научусь круто манипулировать другими людьми», это правильно, потому что действительно инструменты, которые позволяют быть эффективным в коммуникации, они там есть. Но в процессе человека настолько охватывает интерес к себе, когда человек начинает познавать себя, свою систему ценностей, свои реакции поведенческие. Когда он научается управлять самим собой, да, своими состояниями, включать ресурсные состояния. Идея стать черным властелином, она постепенно растворяется, а идея находить какие-то классные ресурсы в коммуникации с другими людьми, чтобы ему было там здорово в этих отношениях, и другому было интересно, становится уже как-то целью, в которую начинают люди идти. И вместе с тем, если быть до конца честными, да, то манипуляции типа там выиграл-проиграл, манипуляции типа, когда одному человеку стало от этого плохо, там и скрытные, и они тоже есть. И манипуляции, когда там, ну скажем так, односторонние учитываются ценности, или там цели ряда людей учитываются не все, например. И эти манипуляции тоже есть, и они тоже описываются языком NLP, опять же, в силу того, что это еще одна сторона NLP. Потому что те же самые языки описания, та же самая система моделирования позволяет в том числе увидеть применение NLP, применение технологий, применение принципов NLP за пределами психотерапии в обычной коммуникации, то, о чем говорила Юля. То есть коммуникация, где люди пытаются свои ценности, там, как-то срастить цели, да, там, выяснить, там, дополнить, найти компромиссы. Нормальная коммуникация? Да, нормальная. Но есть ведь и другие коммуникации. Есть коммуникации, где один человек, там, пытается, например, там, ну, массу на что-то другое, там, ну, как-то перекрутить, да, там, по целям, по еще чему-то, да, переубедить, там, огромные массы. Те же самые, там, реклама, да, там, там, где, ну, там, реклама, условная реклама, которая информационная, да, там, просто, типа, ребят, идите туда, покупайте, да, там, вот у нас, там, завтра мы открываемся. Информационная реклама, окей, к ней, вот как нет претензий, да, но реклама, которая заставляет людей, там, поступать с какими-то своими ценностями ради других, да, там, интегрирует какие-то новые ценности, встраивает какие-то, там, странные убеждения, да, или, например, вербует люди на бренды. Что вы скажете по поводу этой рекламы? Она, наверное, возникла исключительно с приходом НЛП. То есть до НЛП никто этого не занимался. Нет, занимались, конечно. А там политический пиар, технологии вербовки, они как бы тоже вместе с НЛП возникли? Нет. То, что их НЛП описало, ну, давайте так, во-первых, из интереса, потому что это интересно. Во-вторых, из использования, потому что раз уж люди этим занимаются, люди будут это использовать. Люди в тех или иных контекстах это все равно будут использовать. Все равно есть к этому есть, во-вторых. Ну, а в-третьих, если вы понимаете, как устроена вербовка, что-то как-то поменьше, наверное, вам от нее опасности. Если вы понимаете, как разрушают ваши цели, ну, наверное, как-то вы будете видеть вот это вот. То есть та же самая, там, огромное количество интересных эффектов получается после тренингов структуры манипуляции, от боевой НЛП, да, вот и тому подобных. Люди начинают видеть, во-первых, за собой, да, во-вторых, за другими. Люди начинают получать свободу от этого всего. Я, например, там, с безумным удовольствием наблюдаю за рекламой, особенно фармацевтическую рекламу люблю. Я в период выборов, там, и всевозможных политических решений тоже радостно смотрю телевизор, например, читаю в интернете. Меня это совершенно никак не цепляет, но мне искренне интересно, как это все происходит. Иногда, иногда действительно очень прикольные такие вещи, просто, ну, классные. Да, поэтому обвинять нужно не НЛП в таком негативном, плохом использовании, да, этого НЛП, а все-таки, наверное, тех людей, да, те организации, ну, за ними тоже стоят люди, в систему ценностей, в которой входит вот то самое использование инструментов любых, не только НЛП, и психотерапевтических, и коммуникационных, и продажных, с одной целью, да, получить результат только для себя. И, как бы, НЛП это инструмент, вопрос, как и кто его будет использовать, вот. Поэтому давайте, наверное, на манипуляцию смотреть гораздо шире. И спокойнее. Да, и спокойнее, потому что это не какое-то страшное слово, это вот, это просто слово, описывающее наши повседневные коммуникационные процессы, да, мы все люди, мы живем в обществе, оно там у нас очень широкое, да, и близкие у нас, и друзья, и коллеги, и вообще там сотни широкие, да, там мы живем в одном городе, в стране, там, и так далее, вот. Мы все равно находимся в социальном зале действия. И все равно есть наши цели, есть цели других людей, и только от нас зависит, как мы будем их достигать. И НЛП это один из инструментов, который позволяет делать это быстро, эффективно, с большим пониманием того, что происходит. С одной стороны, и помогая вам, а с другой стороны, позволяя вам увидеть вот те самые деструктивные модели коммуникации, которые применяются не к вам. Как только вы видите, вот, что что-то происходит не то, да, что ваши какие-то ценности нарушаются, вы сразу можете пресечь эту коммуникацию, потому что вы отследили, вы знаете, как отреагировать. Если бы вы этого не знали, ну, и жили бы, как привыкли, да, и снова там чего-то не достигли, снова от чего-то отказались. Вот, это тоже важный момент, и есть смысл тоже об этом подумать. Таким образом, как бы возвращаясь к этому самому общему описанию, НЛП, НЛП это вот, ну, несколько частей. Языки описания, модели описания различных элементов человеческой психики, различных аспектов человеческой психики и огромное количество, огромное накопленного инструментария, накопленных техник из разных самых областей. Психотерапия, да, есть. Психология, там, более мягкая, чем терапия, да, есть. Там тот же самый коучинг, да, несомненно. Коммуникация, да, есть. Коммуникация добрая, хорошая, да, есть. Воспитание детей, да, конечно. Манипуляции, да, конечно. Манипуляции добрая, абсолютно. Манипуляции злобные, абсолютно, да. Пиар, есть. Реклама, да. Политические всякие разные штуки, да. Информационные войны, да. Это все элементы, все места, где используется и использовалась НЛП. Места, где мы имеем возможность применять самые, ну, вот, те самые сильные стороны НЛП. Да в чем сила НЛП? Мы просто, понятно, сенсорно, конкретно, структурно описываем происходящее, вводим языки описания, вводим структуры, опираясь на которые, мы можем генерировать техники с предсказуемыми результатами, понимая, где мы будем искать самую обратную связь, учитывать от этих техник, да. Даже если, ну, понятно, что обратная связь, например, на технику в психотерапии, ну, когда ты сразу видишь, как человек реагирует на твои слова, это одно. А обратная связь на технику, давайте на ту же самую технику, ну, там, по-другому примененную в рекламе, ну, она как минимум немножечко отложена. Ты это видишь потом там в конце месяца по деньгам, например, да, или как-то еще. Но, тем не менее, видно же, видно. То есть, это сенсорика. Есть что-то описание, которое задает, ну, задает некоторые действия, мы их делаем, мы получаем обратную связь, проверяем, работает, не работает. Работает, все, радуемся, делаем дальше. Не работает, делаем, что-то другое. Начинаем, там, другие, может быть, модели использовать. Значит, в этом, в этом, ну, как-то еще, наверное, один, еще, наверное, один важный элемент NLP. NLP – это исследование, исследование мира. То есть, каждый раз, там, делая все, что угодно, получая обратную связь, NLP ее учитывают, понимают, что вот тут вот так, а тут вот так, там, а тут вот так. Это очень интересно. А тут вот раньше почему-то вот так вот было, а сейчас почему-то вот так. Раньше, например, когда мы, там, сами еще учились на курсах NLP практик, это, там, было больше 10 лет назад, мета-модель вызывала, там, некоторые сложности, наверное, у людей, потому что там сложные вопросы, там, сложные какие-то объяснения, приходилось там объяснять, да, там, понимать. Когда, ну, вели тоже тренинги, там, первые, ну, там, наверное, тоже в этом были проблемы какие-то. Ну, то есть, сложности, потому что там, может быть, непривычные немножечко, да, непривычная структура. Мы начали сталкиваться в недавнее время в то, что люди уже ее легко понимают. Готово, это понятно, это же, как бы, логично, просто, ну, просто чуть структурнее я так и делаю. Ну, возможно, технология пошла в массу. Может быть, мир поменялся, и эти вещи, ну, просто уже, как бы, вот, ну, стали, стали достоянием, ну, то есть, такие, такие способы мыслить, да, с достоянием общества, и это прекрасно, это здорово. Да. То есть, когда-то эффективную, там, стратегию ведения коммуникации, там, демонстрировал какой-нибудь, там, бизнесмен, да, там, или какой-нибудь переговорщик. На него смотрели, и была мысль, что вот он, какой он классный, вот как-то он так умеет говорить, как он это делает, да, и как раз-таки она описывала эти стратегии, да, и потом на выходные книги, на каких-то переговорах, на каких-то продажах и так далее. И эти знания, эти стратегии распространялись, кто-то начинал их применять, передавать своим коллегам, встраивать их в свои тренинги. Соответственно, оно вот так вот просто расползалось, расползалось и стало просто частью реальности. И сейчас дети просто этим пользуются автоматически, потому что они это слышат от родителей. Родители с ними так вот общаются, достигая, опять же, своих целей воспитания. А у детей это уже встроенные модели, они так общаются друг с другом, они так общаются уже со своими и с верстниками, и те, которые вырастают, общаются так со своими клиентами. А вот это вот те самые модели, на которые когда-то владел один, два, ну, какое-то количество людей ограниченное, да. И у них оно там сложилось почему-то. Они нащупали, пользовались. Оно развивалось, оттачивалось, смоделировали, передали в массы. Вот. Мы действительно сталкиваемся на наших курсах с тем, что люди говорят, да, там какая-то технология, там достижение цели. О, да, я вот так вот делаю. Вот, отлично, значит, ты там у своих родителей или там у кого-то где-то что-то научился. Осознанно? Нет, скорее всего, это произошло неосознанно. Было сделано, получился результат, а мозг принимает работающие модели. Там он понимает, как быстро и результативно все мы принимаем работу. Вот, поэтому им нравится все. Именно поэтому в последнее время курсы NLP начали сокращаться. То есть это совершенно правильно, потому что технологии идут, давно уже пошли в массы. Ну, зачастую не говорят люди о том, что это NLP. То есть огромное количество мы видели, мы видели именно NLP-ских технологий без каких-либо изменений. То есть в чистом виде техника, в чистом виде подход NLP, даже не то, чтобы переназванный, ну, просто там название отрезали, а все остальное, там, ребят, вот, делайте. Мы же как бы не против, пожалуйста, собственно, NLP для того, наверное, и моделировало вот это все, да, для того, чтобы это действительно пошло людям. То есть не для того, чтобы там все ходили на тренинги, не для того, чтобы все ходили к NLP-ам, к правильным психологическим NLP-ам, да, для того, чтобы люди, ну, жили лучше. Вот, для этого NLP. То, что оно пошло в массы, то, что сейчас люди с большим количеством элементов знакомы даже за пределами тренинга, вот это прекрасно. Это значит, там, курс NLP-практик, который я в свое время, в 2002 году проходил, 10 модулей по 9 часов в субботу и в воскресенье, в общем, ну, ужас, да, сколько это, не знаю, считайте сами, сколько, 200 часов, по-моему, курс. Ну, не надо сейчас, наверное, так. И слава богу, что так сейчас не надо, слава богу, что сейчас там достаточно 6, максимум 7 модулей, а то и меньше. Это прекрасно, это значит, что эти самые базовые штуки, ну, хорошо. Что, какие мы мифы забыли про NLP? Там у нас есть какие-то вопросы? Нет вопросов, нету, как обычно, все понятно, когда мы говорим, ага. Я даже не знаю, что сказать, но это здорово. Ну, что, NLP-практик – это гипноз, да, это вот все знаем, да. Миша, миша, миша. Да, еще один миф NLP-практик – это гипноз. Ну, собственно, то же самое, что NLP-практик – это психотерапия. Да, NLP-практик моделировали гипнотерапевтов, Эрикса, там, и многих других. Да, из NLP-практик можно вытащить кусочки, которые относятся исключительно к работе с трансом и гипнозом. И все, и будет гипноз. Что там еще, NLP-работ, NLP-поверхностная технология, она не лезет вглубь. Вот. Ну, не знаю, что на это сказать. Там люди, наверное, которые так говорят, но не были, например, на мастерских курсах. Приехали бы, да, посмотрели там на реймпринтинг, посмотрели бы на сущностную трансформацию, какими после этого выползают люди, точнее, из людей выползают новые люди, да, после этого. Да, Елена Степанова, вы манипуляторы. И вы тоже, Елена. Не знаю. Да, 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 конечно. Поверхностная, да, господи, разные техники. Просто, наверное, отличие, наверное, отличие NLP от, ну, скажем, там, какого-нибудь психоаналитического подхода заключается в том, что и психоаналитики, и NLP умеют работать с этими самыми структурами глубинными. Ну, действительно, посмотрите технику реймпринтинга, по-сущностной трансформации. Но только психоаналитик пока раскопает эту самую древнюю структуру. Человек полгода к нему ходит, плачет за деньги. Я вот подчеркиваю, плачет за деньги. А NLP, человек приходит с небольшой проблемой. И даже NLP, про легенды, да. Да, мы разобрали про манипуляции, конечно. Человек приходит к NLP, ну, к NLP консультанту с какой-то проблемкой, с какой-то проблемкой и чего. И даже, знаете, и даже NLP его может быть понятно. Особенно вот сейчас, да, когда в NLP работали с психотипами, с архетипами, с вот этими штуками, ну, в основном, конечно, с психотипами, становится понятно, вот, как бы, то, что ищут в людях психоаналитики, да, NLP это знают, где это искать. Вот, но только человек пришел, у него вот проблемка вот такая. Он, ну, вот, он это вот спросил. Мы можем понимать, что за этим стоит нечто большее и даже знаем, что. Но зачем? У нас человек с этим пришел. Мы ему вот это исправили, от нас ушел новый человек, он живет уже по-другому, у него потом проявляется что-то еще, наверное, да. Он сам дойдет до этого глубже. Но только у NLP он дойдет каждый раз, улучшая свою жизнь, да. Каждый раз пришел и каждый раз стало полегче, стало получше, стало поприкольней. В конце концов, он доберется до вот этого там самого главного и его мы тоже сможем переработать. Но каждый раз в процессе ему, ему как бы лучше. Да, да, Лен, манипуляторы. Да, мы про манипуляции поговорили. Да, конечно, они есть, собственно, не скрываем. Оттачиваем. Оттачиваем, да. Собственно, да, NLP и манипуляторы. Но вопрос в том, что, опять же, это не NLP манипуляция, это люди-манипуляторы. А то, что NLP это умеет лучше, ну так, ну и что? NLP все умеет лучше. Такая идея. Что там у нас еще из этих, из мифов, из легенд? Ну там за NLP не работает, даже не будем говорить. NLP это пикап еще. Обязательно пикап, да. Тоже, ну да, это такая, как бы вторая сторона, или там младший брат манипуляции, да. Ну, одни из первых книг на постсоветском пространстве про NLP относились как раз к соблазнению, к пикапу. Ну, окей, да, хорошо. Опять же, есть некоторое количество техник, которые там используются. Ну вот, наверное, вот так. Большинство мифов об NLP, они возникают исключительно потому, что люди, ну, как бы, сами-то ничего не в курсе. Не то, что даже книжек не читали, да. То есть вот такой интересный момент, да. Вот мне, например, вот, что касается, что касается непосредственно меня. Я в NLP, я в NLP пришел, как немногие, наверное, NLPеры. Я пришел из настолько далекой области. Я пришел из программирования, из IT, математика, программирование, вот это все. То есть у меня не было абсолютно никакого бэкграунда ни психологического, ни педагогического, ничего вот этого. То есть исключительно там математика и логика. И пришел я не на тренинг, пришел я в книги. Ну, потому что тренингов на тот момент не было в доступе, были книги. Ну и чего я читал? Я читал Дилца. Ну, почитайте его первые книги, да, порадуйте. Из-за меня, из-за Дилца, из-за всех остальных. Я один из немногих, наверное, кто осилил первый том структуры магии. И осилил и понял. Вот. Не сразу скажу честно, я не с него начал, да. То есть его я прочитал после второго тома структуры магии. Ну, прочитал, но понял. И когда я пришел на тренинги по NLP, у меня уже был вот этот бакграунд структурности. Ну, именно по поводу NLP. Поэтому я изначально не видел в NLP не только это, не только это, не только это. Видел исключительно принципы, отражающиеся, применяющиеся там где угодно. И по сию пору мне очень легко, например, видеть пересечения, иногда заимствования, иногда чистые копирования. Это просто пересечения. Пересечениям я радуюсь, заимствованием тоже радуюсь. Например. Да, действительно, сила NLP именно в системности. И вот такой системный подход, он и позволяет NLP быть достаточно эффективным. А то, что люди пытаются с помощью NLP реализовать там свои какие-то потребности. Детские комплексы. Детские комплексы, да. Я не хотела так говорить. А я могу, а мне можно. Это правда, да. Это я сейчас в сторону дикапа. Да, да. Вот. Ну, давайте так. Где-то, наверное, в чем-то эти 5 можно пожалеть. Вот. Если NLP позволяет... Где-то можно понять. Где-то можно понять, да. Если NLP помогает все-таки преодолеть свои эти комплексы. Иногда странным способом. Ну, как бы, это главный результат, да. Вот. Я, наверное, вот так считаю. И в большинстве своем они все-таки приходят к тому, что семья – это тоже ценность. Ну, возникает некий такой баланс, да. Там гиперкомпенсация заканчивая свое дело черное. И, собственно говоря, прекрасно ребята потом в жизни устраиваются. Все у них хорошо. Вот. Это NLP виновата, да. И опять же, в чем тогда она виновата? В том, что его используют в спикапе или в том, что все-таки ребята как-то достаточно близко приходят в себя? Это тоже вопрос. Давайте смотреть на жизнь немножечко так вот шире. Все в мире относительно, да. Есть плюсы, есть минусы. Нужно понимать, что вы используете, для чего используете, как вы используете. И оценка, она очень ситуативна, да. Вот здесь и сейчас что-то мы можем оценить как хорошее или плохое, опять же, с чьей точки зрения, относительно кого. Поэтому, наверное, где-то и лояльнее тоже нужно быть. И, может быть, посвятить на какие-то вопросы детальнее, детальнее, с большим пониманием, прояснили для себя что-то. Минцы действительно, они и оказывают то самое влияние. Я где-то вот слышала, почему-то для себя это принял, как некую данность, реальность, не проверяя, что на самом деле за этим стоит. Вот, поэтому цель вот таких наших трансляций, в том числе, чтобы прояснить вот эти мифы, ответить на вопросы, если они у вас возникают, да, относительно НЛП и относительно технологий, которые вы НЛП используете. Ну, так, подытоживая, да, напоминая, НЛП создавалась, создавалась для того, чтобы улучшать жизнь людей, чтобы успешные стратегии передавать дальше. Чтобы люди могли в самых разных областях своей жизни улучшать вот те самые навыки, те самые качества, те самые результаты, которые они хотят. Вот чем бы оно на самом деле ни было, да. И мы исключительно из этой идеи занимаемся и развитием НЛП, и продвижением его. И исключительно из этой идеи мы вот начали писать вот эти видео, проводить о трансляции, потому что мы хотим знакомить. Мы хотим знакомить людей с различными подходами, с различными элементами НЛП, с тем, что в нем есть. За, на текущий момент, более 40 лет, прошедших с момента создания НЛП, то есть, ну, 72-й год, да, это вот начало, начало этого эпического похода. В счастье, да, сколько прошло лет, да, ну, 40, да, больше уже 45, да, 46, 46. За это время накоплено огромнейшее количество техник, технологий, многие НЛПы, там, друг дружки, там, противоречили с разных сторон, делали, там, некоторые техники были, там, дважды, трижды открыты по-разному. То есть, некоторые, некоторые идеи, некоторые результаты получены, опять же, разными техниками, с некоторыми областями, с разных сторон работают. То есть, это, это огромное богатство. Более того, некоторые техники сейчас уже, может быть, и использовать не стоит, потому что они, как бы, не для того, чтобы устарели, но просто есть прикольнее, есть лучше, есть эффективнее. И это тоже надо учитывать при, ну, в том числе, при формировании курсов, да, там, при выяснении, там, при выборе, в конце концов, куда пойти учиться этому самому НЛП. Потому что, вот, точно так же, как мифы могут разделять НЛП на разные части, так и тренинговые центры и тренеры могут разделять НЛП на разные части. То есть, для кого-то это только обучение людей, для кого-то это только психотерапия, для кого-то это только коммуникация, ничего страшного-то в этом нет. Благороди, если человек ведет курсы НЛП с таким сильным уклоном в коммуникацию, мы уверены, что он за этот курс расскажет, ну, наверное, больше, да, каких-то более важных, может быть, деталей найдет, да, ей это здорово, это замечательно, а почему бы и нет. Если человек действительно искренне занимается, там, десятки лет психотерапией с НЛП и ведет курсы, исходя из того, чтобы готовить специалистов в этой области, там, честь и хвала, но НЛП шире, собственно, вот эту мысль мы хотим. Оно очень широко, и так как в нашей жизни тоже очень много аспектов, да, есть аспекты закрытые, ну, то есть там мы считаем, что у нас все в порядке, и, в общем-то, прекрасно, пусть так дальше остается, ну, все, все отлично. Но есть, возможно, какие-то аспекты, которые привлекают наше внимание, то есть что-то нам там не нравится, что-то мы хотели бы изменить или улучшить, и тогда вы делаете упор в изучении НЛП с учетом того, что вам нужны изменения именно в какой-то конкретной мере вашей жизни, и это тоже здорово. Вот, поэтому вы и себя-то, в том числе, не ограничиваете. И других. Ну что, в принципе, сегодня, наверное, мы все сказали, всю правду. Мы долго ее скрывали, но больше терпеть мы не могли, и поэтому сегодня все рассказали. Да, и мы будем продолжать делать все правды. Пополное разоблачение своих покровов. Пишите нам в комментарии, пишите нам в личку, в ВКонтакте, в Фейсбуке, везде пишите. Следующие темы, которые вы хотите, мы будем там ставить планы, будем готовить эти трансляции, будем все рассказывать. Да. Всю правду. Будем рады вас видеть. Все. Всем до новых встреч. Счастливо. Не до рука. До свидания. Счастливо. Счастливо. Счастливо.